Девчонки, всем привет! Сегодня я снимаю видео о косметике Барбери. Хочу рассказать более детально. Давно, очень давно уже обещала снять такое видео. Итак, что у меня есть из косметики данной марки? У меня есть основа под макияж, дальше у меня есть тушь, есть помада, лак для ногтей и тени. Тени-однушки. Также за эту покупку подарили вот такой вот чудесный брелок от Барбери с сердцем и парфюмчиком. На парфюме повязана ткань, из которой выполняют, они из которой шьют свои тренчи. Очень-очень милый брелок, несмотря на то, что он в золотом. Видите, вот после этого видео начну носить его на ключах, до этого берегла, не носила. Начну свой рассказ с помады. У меня в оттенке Military Red 429 оттенок. Серия помад у меня Lip Velvet. Это серия сильно пигментированных помад. Что касается упаковки, можно рассматривать продукцию Барбери до бесконечности. Настолько стильная и красивая упаковка. Помада на магните. Очень красиво, не стыдно достать и сумочки, и где-то подкрасить губки. Такой вот сумасшедший красивый красный, правильный красный цвет. На самом стике помады фирменная клетка Барбери. Выполнена фирменная клетка Барбери. Нанесу сводчик. Помада отлично наслаивается. Вот так выглядит красный. И на пальчик. Вот такой. Собственно говоря, она у меня сейчас, эта помада на губах. Несмотря на то, что она матовая, губы себя чувствуют очень, очень комфортно, ничего не стягивает, не вытекает за границы. Губ помада отлично, отлично чувствует себя на губах. В описании к помаде сказано, что в основе этой помады лежит специально дышащая гелевая формула, которая не будет сушить губы. И также в составе есть дикая роза, которая будет питать ваши губки. Сама помада 3,5 грамма. И производство Италия. Вот если вам интересна, упаковка внутри вся такая стальная. Кстати, под эту помаду я нанесла вот такой вот филер. Пробую сейчас. Филерина для величины губ. Когда вы заметите, что мои губы стали больше, напишите, пожалуйста, мне. Следующий продукт. Это тени. Тени у меня однушки. Универсальные, чудесные, такие великолепные. Просто нет слов, чтобы описать. Находятся в таком вот чехле. Барбари, бархатном. Тоже все выполнено в их фирменной клетке. Невероятно красивая упаковка. Здесь написано Барбари. Зеркальце до конца не откидывается. Вот этот максимум. Есть аппликатор. Вот, кстати, им я и наношу тени. Тени выглядят вот так. Оттенок. Сейчас нанесу поближе. Пользовалась очень аккуратно, чтобы... Пользовалась очень аккуратно, чтобы не стереть рисунок на тенях и показать их красивыми. Вот так вот выглядит оттенок теней. Они у меня, опять же, на глазах. И вот так вот выглядит оттенок теней на пальце. Оттенок номер 102. Вес 2,7 грамма теней. Эти тени имеют мелкозернистое мерцание, имеют мелкие-мелкие светоотражающие частички. Но при этом они идеальны на каждый день. Это идеальные нейтральные тени на каждый день. Если вы хотите сделать макияж более интенсивным, то стоит наносить тени влажным способом. Также, что мне нравится в этих тенях, и всегда их используют только одни. Нанося тени на все веко, не нужно их затемлять вот здесь вот под косточкой, так как создается естественная тень. Что очень хотел сказать. В описании этих теней написано, что эти тени идеально выравнивают века, и очень хорошо использовать эти тени для увядающего века, для возрастного макияжа. Тени отлично наслаиваются, растушевываются, не осыпаются. Великолепные. И их можно наносить влажным способом, чтобы делать более интенсивный макияж. Так, о тенях рассказала. Дальше у меня Чеснот Браун 02 тушь от Барбери. Объем 7 мл. И тоже сделана в Италии. Тушь выглядит следующим образом. Очень такая она длинная, большая кисточка у нее. Силиконовая. Силиконовая кисть. Тушью пользуюсь с февраля месяца. Ну, собственно говоря, как и всей косметикой. Очень люблю коричневые туши, но не люблю силиконовые кисточки. У меня все время впечатление такое, что она сломается. Не люблю силиконовые кисточки. Люблю больше обычные, стандартные. Но тушью пользуюсь с удовольствием. То, что она обещает, она все выполнит. Она не осыпается отлично, смывается макияж с глаз. Она разделяет хорошо ресницы и придает им объем. И вообще я предпочитаю коричневые туши, как я сказала, потому что у меня темные волосы. Когда все такое вот черное, мне не нравится. Серия туши Cat Luscious. На создание этой туши вдохновил кошачий глаз. Соответственно, такое у нее вот название, что она обещает, она со всем справляется, как я уже сказала. Делает максимальный объем, разделяет и не спутывает реснички. Следующий продукт. К сожалению, сильно много рассказать об этом продукте, о лаке для ногтей я не смогу, потому что я им еще не пользовалась. У меня везде гель-лак. Но планирую вот летом пользоваться этим лаком именно для маникюра на ногах, потому что у меня любые лаки не держатся на руках больше, чем полтора дня. И тратить время на это, чтобы покрывать обычным лаком, я давно уже ушла от этого, не хочу. В оттенке тоже Military Red. Оттенок Military Red, так же, как и на многих лаках класса люкс, снимается крышечка, вот так вот выглядит сам тюбик и лак. Кисточка вот такая, маленькая. Кисточка красный, стандартный, вот под помаду подходящий лак. Как-то потом два слова буквально расскажу о том, как он держится. Сильного ужасного запаха у него нет. И дальше, последний продукт, это база под макияж. Мнение у меня о ней не изменилось, но по-прежнему мой фаворит. Я пользуюсь ей практически на ежедневной основе. Жду, когда смогу кожу загореть и наносить ее просто вместо тональной основы. Вот так выглядит, если кто не видел прошлое видео, база под макияж. Само название говорит за себя Fresh Glow. То есть она освежает и дарит глянец. И дарит глянец. Основу этой базы, как я уже говорила, она не силиконовая. Поэтому то, что она выровняет вам идеальное лицо, скроет какие-то пост-акне, увеличенные поры. Сделает лицо идеально-идеально ровным. Нет, этого не стоит ожидать от этой базы. Также она не будет мотировать Т-зону. Ее задача совершенно в другом. Эта база делает ваше лицо холеным, отдохнувшим, подсвеченным. И также эта база дарит слегка влажный эффект на лице. И в чем еще плюс этой базы? Что не чувствуется многослойности. Что вы нанесли базу, потом тональный крем. Все оно как-то соединяется. И как ваша родная кожа очень натурально, комфортабельно ощущается. В общем, вот таким было это видео о косметике Барбере. Я очень довольна этой косметикой. Пользоваться ей, конечно же, одно удовольствие. Невероятная красота, невероятно красивое оформление. Очень приятно начинать свой день с такой косметики. И когда дарят еще такие маленькие приятные безделушки. За покупки тоже очень приятно. Сегодняшний макияж я выполнила полностью при помощи косметики. То есть нанесла базу, тени, тушь и помада. Это все Барбере. Таким было это видео. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальцы вверх. Всем спасибо. Всем пока.